Беседа третья, 294. Перед вчерашним днём мы беседовали с вашей любовью о дьяволе, а иные перед вчерашним же днём, когда шла здесь такая беседа, сидели в театрах и смотрели на дьявольский праздник. Они слушали блудные песни, вы внимали духовным наставлением. Они вкушали скверну дьявольскую, вы насыщались духовным миром. Кто же увлёк их? Кто отлучил их от священного стада? Уже ли их обольстил дьявол? Как же он не обольстил вас? Вы и они одинаковые люди, разумею, по природе. У вас и у них одинаковая душа, одинаковые природные наклонности. Как же вы и они не одинаковы в делах? Так как не одинаковая воля у вас и у них, то они в обольщении, а вы не в обольщении. Говорю это опять не в оправдании дьявола, но чтобы освободить вас от грехов. Зол дьявол, признаю это и я. Но он зол для себя, а не для нас, если только мы бдительны. Таково свойство греха. Он пагубен только делающим его. Не такова напротив добродетель. Она может приносить пользу не только делающим ее, но и ближним. И чтобы уверился ты, что злой зол для себя, а добрый добр и для других, представляю тебе свидетельство из стричи. Сын сказано, если ты буин, то один потерпишь. Если же ты мудр, то мудр для себя и для ближнего. Они обольщены в театрах, а вы не обольщены. Это самое важное опытное доказательство, ясное свидетельство и неопровержимый довод на то, что во всем властна воля. Этим-то доказательством воспользуйся и ты. Когда увидишь, что человек живет порочно и делает всякий грех, между тем жалуется на промысел Божий и говорит, будто он предал нашу природу неизбежному року и судьбе и жестокому владычеству демонов, что этот человек во всем снимает вину с себя и слагает на создателей и промыслителей вселенной. Загради ему уста не словом, но делом, указав на другого такого же, как и он, человека, живущего добродетельно и честно. Не нужно длинных речей, не нужно стройного расположения доказательств, ни умозаключений, доказательства в делах. Скажи ему, и ты раб, и он раб. И ты человек, и он человек. В том же мире живешь ты, под тем же небом, той же питаешься пищей. Как же ты живешь порочно, а он добродетельно. Для того и Бог попустил злым смешаться с добрыми, и не дал злым одной земли, а добрых не поместил на другую вселенную, но смешал этих с теми, чтобы доставить людям великую пользу. Добрый является в большей славе, когда, находясь среди препятствующих им жить праведно, и влекущих греху, крепко держатся добродетели. Подобает, говорит, и разногласиям вас быть, чтобы явлены были искусные. Так вот, для этого Бог и попустил злым быть среди добрых, чтобы добрые просияли более. Видишь, какая польза? Впрочем, польза, собственно, не от злых, но от мужества добрых. Иной мы удивляемся не потому только, что он был праведник, и не потому, что он был совершен, но потому, что соблюл добродетель среди того племени развращенного и грешного, когда не было перед ним примера добродетели, когда все увлекали его к пороку, а он во всем шел напротив им, как какой-либо путник, который идет по дороге наперекор быстро, стремящейся многочисленной толпе. Поэтому не просто сказанной был праведен, совершенный, но вроде своем, в развращенном, в отчаянном, потому что не было никакой заботы о добродетели, вот какая польза добрым от злых. Так и деревья делаются крепче, когда качают их противоположные ветры. Впрочем, и злым есть польза от сообщества с добрыми. Они их стыдятся, краснеются, вестятся, если не отстают от греха. По крайней мере, делают зло скрытно. И то немало значит, что они не делают зло нагло. Жизнь других служит обличением порочности их. Послушайте, что говорят нечестивые оправедники. Тяжек он нам, ибо и жизнь его отличная от нас, в обличении нам, при мудрости 2.15. Немаловажно уже начало исправления, когда нечестивые мучатся присутствием праведника. Они не говорили бы этого, если бы вид праведника не терзал их. А мучение и терзание совести от присутствия праведника будет для них немалым препятствием. Делать зло с бесстыдством. Видишь, сколько пользы и добрым от злых, и злым от добрых. Поэтому Бог не отделил их, но попустил смешаться между собою. Делать зло с бесстыдяносто пять. По мужеству тех людей. Потому что они пользуются его злобой, как и должно. Вот и с Иовом сразился дьявол, только не для того, чтобы его сделать славнее, но чтобы не зринуть. Он взял по таковому хотению, или мерезни своему. Однако ж, нисколько не повредил праведнику. Напротив, этот праведник получил еще большую пользу от борьбы. Как это мы и доказали. И демон выказал свою злобу, а праведник свое мужество. Но он скажет, многих и не излагает. По их слабости, а не по своей силе. И это уже доказано многим. Итак, исправь свои воли, никогда ни от кого не потерпишь вреда. Напротив, еще получишь величайшую пользу. Не только от добрых, но и от злых. Для того Бог, как я сказал прежде, попустил людям быть вместе, особенно добрым, злыми, чтобы те и этих привлекли к своей добродетели. Послушай, что Христос говорит ученикам. Царство небесное, подобно жене, которое, взявши закваску, положило ее в три меры муки. Итак, праведник имеет силу закваски, чтобы злых делать такими, каковы они сами. Но праведников немного, так как и закваска невелика. На это малость не вредит тесто. Напротив, и небольшая та закваска, заключающая сильнее силою, заквашивает все тесто. Так что еще и сила праведников не в количестве численном, но в благодати духа. Апостолов было двенадцать, видишь, как мало закваска. Вся вселенная была в невере, видишь, как много теста. На эти двенадцать обратили к себе всю вселенную. Закваска и тесто одинаковые природы, но не одинакового качества. Поэтому Бог оставил между праведниками злых, чтобы они, будучи одинаковы с праведниками по природе, сделались одинаковыми и по расположению воли. Помните это, заграждайте этим уста, ленивым, слабым, небрежным, уклоняющимся от трудов добродетели, обвиняющим общего владыку. Если не делаешь добра, то грех лежит у дверей. Не прибавляй другого, более тяжкого греха. И так тяжко грешить, как после греха обвинять Господа. Постарайся узнать виновника греха и найдешь, что это не иной кто, как ты, сделавший грех. Во всем нужна добрая воля. Это я доказал вам не голыми умозаключениями, но примерами подобных вам рабов, которые жили в этом же мире. Этим доказательством воспользуйся и ты. Так и общий владыка будет судить нас. Научитесь этому способу доказательства, и никто не будет в состоянии оспорить вас. Блудодействует ли кто? Покажи ему другого, целомудренно живущего. Лихаимствует ли кто и похищает чужое? Укажи ему нападающего милостыню. Предан ли кто зависти и зложелательству? Укажи ему на свободного от этой страсти. А держим ли кто гневом? Выставь перед ним умеющего обладать собою. Должно не только прибегать к древним сказаниям, но и брать примеры из настоящего, потому что и ныне по благодати Божией есть подвиги не меньше прежних. Не верит, что Писание считает его ложным. Не верит, что Иов был таков, каким изображается. Укажи ему на другого человека, который подражает жизни этому праведнику. Так и Господь будет судить нас. Он поставил рабов такими же рабами и произнесет решение не по своему суду, чтобы кто не начал опять говорить, как тот слуга, который получил талант и вместо таланта возвратил обвинение, знал, что ты жесток. Надлежало бы ему стянать о том, что не удвоил таланта, а он взял еще более тяжкий грех, прибавив в своей беспечности клевету на господина. Что именно говорит он? Я знал, что ты жестокий, злой, несчастный и жалкий, неблагодарный и беспечный. Надлежало бы тебе обвинять себя в праздности и тем несколько уменьшить прежний грех твой. А ты взнес обвинение на господина и удвоил вместо таланта грех. 297. Бог ставит рабов с рабами для того, чтобы одни судили других, и последние, будучи судимы первыми, не могли уже обвинять Господа. Поэтому Христос говорит, «Приидет, Сын Человеческий, во славе Отца Своего». Смотри на равенство славы. Не сказал, «Во славе, подобной славе Отца», но «Во славе Отца!» И соберет все народы страшное судилище, страшное для грешников и виновных, напротив, вожделенное и приятное для сознающих за собой добрые дела. И поставит овец с правой стороны, а козлов с левой. И эти и те люди, почему же теовцы, а эти козлы? Не по разности природы, но по различию воли. Почему же они дающие милости, не названы козлами? Потому что это животное бесплодно и не может доставлять владельцам пользы ни молоком, ни приплодом, ни шерстью, будучи совсем негодной к такому плодоношению по незрелости своего возраста. Вот почему Христос, не приносящих плода, милосты не назвал козлятами, а те, которые справа, овцы, потому что от них большая прибыль шерстью, приплодом молоком. Что же Господь говорит им? «Видели вы меня алчущим и напитали, ноги мы одели странником и приняли». А тем, говорит, противное, хотя и эти и те одинаковые люди. Эти и те получили одинаковые обетования. Тем и другим предложены одинаковые награды за добрые дела. К этим и к тем пришел он в одинаковой наготе, в одинаковой бедности и одинаково странником. Все одинаково и у тех, и у этих. Почему же конец не одинаков? Потому что помешала воля. Она одна сделала такую разницу. Вот почему те пошли в гиенну, а эти в царство. Если же бы у тех виной грехов был дьявол, то они не подлежали бы наказанию, так как другой согрешил и подвигнул на грех. Видел ты и здесь грешников и праведников? Видел, как грешник, увидев подобных себе рабов-праведников, принужденно замолчать? Вот сведем речь на другой пример. Было говорится десять див. И здесь опять по воле, и делают добро, и по воле грешат, чтобы через сравнение увидел ты и грехи этих, и добродетели тех. Сравнение делает предмет яснее. И эти девы, и те. И этих пять, и тех. И у этих, и у тех были светильники. Все ожидали жениха. Почему же одни вошли в черток, а другие не вошли? Потому что эти были бесчеловечны, а те кроткие и человеколюбивы. Видишь опять, что виной такого конца воля, а не дьявол. Видел ты, как произносятся суд и решения, по сравнению подобных с подобными, так рабы будут судить подобных себе рабов. Хочешь, покажу тебе сравнение и неподобных друг другу. Сравнение неподобных делается для того, чтобы очевиднее был обвинительный приговор. И восстанут мужи Неневии, и осудят род сей. Подсудимые уже не одинаково. Одни иноплеменники, другие иудеи. Эти пользовались наставлением пророков, а те никогда не слышали Слово Божие. Но различие не только в этом, а также и в том, что туда приходил раб, а сюда владыка. И тот, пришедший, предвозвещал разрушение Неневии, а сей благовествовал о Царстве Небесном. Кто же более должен был поверить, иноплеменники или неразумные, и никогда не слышавшие божественного учения, или те, кто из юных лет спитались пророческими книгами? Очевидно всякому, что иудеи более, но выше напротив. Эти не поверили и Господу, Который возвещал Царство Небесное. А те поверили рабу, который угрожал разрушением, дабы тем яснее обнаружилась и благопокорность всех Неневитян из-за нравия этих иудеев. Что же тут демон, что дьявол, что рок, что судьба? Не всякий ли был сам виной и греха, и добродетели? Если бы иудеи не сами были виновны, Христос не сказал бы, осудят роды сей. Не сказал бы, что Царица Южная осудит иудеев. Так не только народы осуждают народы, нередко и один человек осуждает целый народ, когда те, которые могли бы скорее поддаться обольщению, оказываются устоявшими против обольщения, а те, которые всячески должны были одолеть, являются побежденными. Поэтому вспомнили мы теперь и об Адаме, и об Иове. Надо же опять обратиться к тому предмету, чтобы досказать и остальное. На Адама напал дьявол простыми словами, а на Иова делами. У этого отнял все богатство и детей, а у того не взял ничего ни малого, ни великого. Но лучше рассмотрим и самые слова, и способ нападения. Пришел сказанный змей и сказал жене, подымер, и сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. Здесь змей, там у Иова жена. Великая разность и советников. Тот раб, а это подруга в жизни, это помощница, а тот подчиненный. Видит, какой непростительный грех. Эту Еву привестил подчиненный и раб, а того Иова не могла не звенеть и подруга, и помощница. Но посмотрим еще, что змей говорит. Что сказал тебе Бог? Нельзя есть ни от какого дерева. Но Бог сказал, не так, а напротив. Смотри же на хитрость дьявола. Он сказал то, что Богом не сказано, чтобы узнать, что сказано. А жена что? Вместо того, чтобы загородить уста дьяволу, вместо того, чтобы не отвечать ему, она по неразумию высказала свою волю Господню и этим давала ему крепкую опору. 299. Смотри, какое зло, веряться необдуманно врагам и зложелателям. Поэтому Христос сказал, не давайте святыне псам и жемчугам пред свиньями, чтобы они, обратившись, не расчерзали вас. А это случилось с Евой. Дала она святой псу, свинье. А тот дьявол попрал слова и, обратившись, растерзал жену. И смотри, как он лукав. Не умрете, говорит. Здесь обратите внимание на то, что жена в состоянии была узнать обман. Дьявол тотчас объявил вражду и брань против Бога. Тотчас заговорил против него. Пусть так ты говорила с ним перед тем, как он хотел знать волю Божию, но зачем слушала его после того, как он сказал противное. Бог сказал, смертью умрешь. А он заговорил против этого и сказал, не умрешь смертью. Что яснее этого противоречия? Откуда еще надлежало узнать врага и противника, как не отсюда из того, что он заговорил против Бога. Так набежало бы тотчас сбежать от яда, набежало бы отскочить от степи. Не умрешь смертью, говорит дьявол, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, смертью умрете. Обещанием большего исторг к дьяволу прародителей то добро, какое было у них в руках. Обещал сделать их богами и подверг владычеству смерти. Итак, почему жена поверила ты дьяволу? Что доброго увидела в нем? Не довольны ли было тебе высокого достоинства законодателя, то есть, что он бог, творец и создатель, а тот дьявол и враг? Но если б я и не назвал его дьяволом, ты ведь думала, что это простой змей. Так змея, по-твоему, надлежала удостоить такой откровенной беседы, объявить ему даже волю Господню. Видишь, что возможно было же не увидеть обман, но она не захотела. Бог дал довольный доказательств своей благости и явил свою попечительность на деле. Создал человека из ничего, вдунул в него душу, сотворил его по образу своему, поставил владыкою над всем земным, дал ему помощницу, насадил рай и позволил ему пользоваться прочими древами. Запретил только касаться одного, да это самое запретил для его пользы. Дьявол же не показал на деле ни малого, ни великого добра, а только надмил жену голыми словами и пустыми надеждами и обманул. Однако жена признала дьявола более заслуживающим веры, нежели Бога, который делами доказал свою благость, поверила тому, кто представил одни голые слова и ничего более. Видишь, что обман произошел от одного неразумия и беспечности, а не принуждения. И чтобы это узнать тебе яснее, послушай, как Писание обвиняет жену. Не сказала оно, что жена ела, быва обманута, но увидела дерево, что оно прекрасно. Стала бы вина в невоздержанном зрении жены, а не в одном обмане цесарной дьявола. Жена побеждена собственной похотью, а не злостью демона. Поэтому она и не получила прощения. Но после того, как сказала, змей прельстил меня, подверглась крайнему осуждению, потому что в ее власти было не пасть. И чтобы тебе узнать это еще яснее, обратим слово к Иову, от побежденных к победившему, от пораженных к одолевшему. Этот придаст нам более ревности, чтобы поднять руки на дьявола. Там обольщал змей и одолел. Здесь жена и не успела, хотя она и способна была склонить, нежели тот. Притом, на Иова сделал на это нападение после потери богатства, после погибели детей и всего имения. А там ничего такого не было. Адам не потерял детей, не лишился богатства, не сидел на куче помета, но жил в раю сладости. Пользовался всякого рода древами, источниками реками, и всяким другим удобством. Не было у него ни труда, ни болезни, ни горя, ни забот, ни оскорблений, ни поруганий, ни других бесчисленных бед, какие обрушились на Иова. Однако ж, хоть ничего такого не было, он, Адам, приткнулся и пал. Не очевидно ли, что он пал по беспечности, равно как Иов, если устоял мужественно и не пал, когда все те бедствия обрушились и тяготели на нем. Не очевидно ли, что и он устоял по бдительности душевной. 301. Так от того и другого можешь, возлюбленный, получить весьма великую пользу. Остерегайся подражать Адаму, зная, сколько зла рождается от беспечности. Поревнуй благочестие Иова, видя, сколько добра произрастает от старательности. Этого увенчанного победителя иметь всегда в мыслях и во всякой скорби и беде получишь достаточное утешение. Этот блаженный и доблестный стоит как бы на всеобщем зрелище Вселенной и постигшими его несчастьями увещевает всех переносить мужественно, что не случится, и не поддаваться ни одному из постигающих бедствий. Нет, нет ни одного человека страданий, которым бы невозможно было получить от него утешение. Все страдания, какие только рассеяны в целой Вселенной, сошлись вместе и обрушились на одно его тело. Какое же будет прощение немогущему перенести с благодарением некоторую только часть постигших его бедствий, и его, которое является приносящим не часть только бедствий, но все несчастья человеческие. А чтобы слова мои не показали себе преувеличенными, рассмотрим порознь каждой из постигших его бедствий и подтвердим справедливость этих слов. Если угодно, на первом месте выставим то, что кажется невыносимее всего, разумеет бедность и происходящая к ней скорбь. Это бедствие оплакивают все люди везде. Итак, что было беднее Иова? Не беднее ли он был даже валяющихся в банях, спящих на печном пепле и вообще всех людей? У этих есть хоть и задранная одежда, а он сидел ногой, да и эту единственную одежду, которую имел он от природы, одежду плоти. Дьявол испортил всю сильным гноем. Эти опять бедняки находятся хоть под кровлей в банных стене, скрываются хоть в шалаше, а он день и ночь проводил под открытым небом, не получал защиты и от простой кровли. И что еще важнее, эти сознают за собой много худого, а он не знал за собой ничего, так как надо было заметить насчет каждого из постигших его бедствий, что он не знал и причин этих бедствий. И это самое усиливало его скорбь, увеличило горесть. Итак, эти, сказал я, могли винить себя во многом, осознание, что наказываешься справедливо, немало облегчает несчастье. Но Иов лишен был и этого утешения, потому что он после жизни самый добродетельный, подвергся таким наказаниям, каких заслуживают только величайшие преступники. Эти, что у нас бедные, издавна и сначала ознакомились с бедностью, а он впал в бедность неожиданно, лишился богатства внезапно. Как знание причины бедствий весьма много способствует к утешению. Так и жизнь в бедности легче для того, кто уже сначала свыкся с бедностью. Праведник лишен был и того, и другого утешения. И однако шнипал. Видел ли ты его, дошедшим до крайней бедности, до такой, больше которой и найти нельзя? В самом деле, что может быть беднее нагого, того, кто не имеет икрова? А Иов не мог пользоваться даже и землей. Он сидел не на земле, а на куче помета. Так, когда увидишь и себя в бедности, подумай о страдании этого праведника, и тотчас воспрянишь и прогонишь всякую печальную мысль. Итак, это одно несчастье, бедность посчитается у людей основанием всех совокупностей бедствий. Второе, после него, лучше прежнего поражение тела болезни. Кто же и когда болел так, как Иов? Кто подвергался такому недугу? Кто получал или видел другого, получавшим такую рану? Никто. У него, Иова, тело час от часа измождалось. Из всех членов, как из источника, точились черви. Это течение было непрерывное, зловоние отовсюду сильное. Постепенное изнурение и измождение тела от такой гнилости делало самую пищу неприятную. И голод у него был странный и необычайный, потому что он не мог кушать и предлагаемой ему пищи. Смрад, говорит он, когда я смотрю на пищу мою. Итак, человек, когда впадешь в болезнь, помни об этом теле, об этой святой плоти. Точно она была святая и чиста, хоть и имела столько ран. Пусть кто и находясь в войске напрасной, без всякой благовидной причины, будет подвешен на дереве и избит по бокам. И такой не считай этого позором для себя и не вдавайся в горе, представляя себе этого святого. Но этому, скажешь, немалое решение от раду доставляло уверенность, что эти бедствия посылают на него Бог. Эта мысль особенно беспокоила и смущала его. Мысль, что правосудный Бог, коему он всячески угождал, он-то и восстает на него. Точно он не мог найти никакой благовидной причины своих бедствий. А как узнал после причину, смотри, какую показал богобоязливость. Когда Бог сказал ему, ты хочешь неспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя. Он в изумлении отвечал, руку полагая на уста мои, теперь отвечать не буду. И опять, я слышал о тебе слухом уха моего, а теперь же мои глаза видели тебя, поэтому отрекаюсь пепли и прахи. Триста триста. Если ты считаешь этого достаточным к утешению, то можешь и сам иметь это утешение. Пусть случится тебе терпеть какое-либо несчастье, не для Бога, а злобы людской. Но если ты будешь благодарить, а не поносить того, кто мог воспрепятствовать, однако ж попустил это несчастье для твоего испытания, то как венчается пострадавший для Бога, так и ты получишь такую же награду за то, что мужественно перенес причиненное тебе людьми несчастье и возблагодарил того, кто мог бы, но не благоволил остановить их. Так вот, видел ты, что на праведника Иова наведены были и бедность, и болезнь, обе в крайней степени. Хочешь, покажу тебе, что с такой же свирепостью напала тогда на этого доблестного мужа и война со стороны природы. Он потерял десятерых детей, десятерых вдруг, десятерых в самом свете лет, десятерых отвечавшихся добродетелью, и потерял не по общему закону природы, но от насильственной и жалкой смерти. Кто может выразить такое несчастье? Никто. Так, когда потеряешь сына и дочь вместе, прибегни к этому праведнику, и, конечно, найдешь себе великое утешение. Но эти ли только несчастья постигли его? Нет. Оставление измена со стороны друзей, поношение и поругание, брание насмешки от всех, а быть у всех посмеяние, как это невыносимо. Обыкновенно уязвляет нашу душу не только самое несчастье, а сколько люди, кои позорят нас в несчастьях. А у Иова не только не было утешителя, но еще нападали на него многие ругатели со всех сторон. И ты видишь, как он жалуется на это и говорит, даже и вы напали на меня, называет друзей безжалостными и говорит, оставили меня ближние мои, слуги мои, говорили против меня, другие плевали на меня и стал я всем в притчу. Возмущалась мной одежда моя, это и слышать невыносимо, не только что вытерпеть на самом деле. Бедность крайняя, болезнь нестерпимая, новая и необычайная, потеря стольких и таких детей и таким образом. Поношение, насмешки и ругательства от людей, одни издевались, другие поносили, иные презирали. Не только враги, но и друзья, не только друзья, но и слуги, и не только издевались и поносили, но и гнушались. Притом не два, не три, не десять дней, но в течение многих месяцев. И что случилось с ним одним, он и ночью не имел отрады, но дневные страдания его усиливало еще видение ночных ужасов. А для удостоверения, что он во время сна терпел еще тягчайшее страдание, послушай, что говорит он, ты устрашаешь меня снами и видениями пугаешь меня. Какой железный человек, какой адамант вынес бы столько страданий, если каждая из этих страданий порой нестерпима. Так подумай, какую бурю подняли они, сошедшись вместе. Однако он все эти страдания перенес и во всем приключившемся ему не согрешил и не было лукавства в устах его. 304 Да будут же страдания его лекарством для наших бед, и его ужасное волнение пристань для наших страданий. Будем во всех своих несчастьях вспоминать об этом святом, видя, как одно тело его перенесло все страдания человеческие, мы благодушно перенесем постигающие нас только немногие несчастья. Будем всегда прибегать к этой книге, как к сердобольной матери, которая простирает руки во все стороны и принимает и ободряет испуганных детей. И пусть постигнут нас на самые тяжкие бедствия, мы во всех их получим достаточное утешение. Если же скажешь, то был Иов, и поэтому перенес, а я не таков, как он. Этими словами ты только больше осудишь себя, праведника похвалишь. Тебе бы надлежало более перенести, нежели ему. Почему же? Потому что он жил до благодати и до закона, когда не было большей строгости в жизни, не было такой благодати духа, когда трудно было побеждать грех, когда владычествовала клятва, когда смерть была страшна, а теперь борьба стала легче, потому что по пришествии Христовым все эти препятствия уничтожены. Стало быть, мы совершенно лишены извинения, если после столь долгого времени, после такой помощи и столь многих даров, сообщенных нам от Бога, не можем достигнуть одинаково с Его совершенства. Все это имея в мыслях, то есть, что страдания Его были более тяжкие, же наши, и что Он выступил на брань и сразился тогда, когда борьба была труднее. Будем переносить все постигающие нас в бедствие мужественно и с великую благодарностью, что могли мы получить такие же, как Он, венцы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу слава со Святым Духом ныне и пристна и во веки веков. Аминь.